14 боев на ринге и беззаговорочная победа спортсменов из Сарова над сборной командой боксеров Нижегородской области. Таковы результаты традиционного турнира по боксу на призы Федерального ядерного центра. В борьбу за главный трофей соревнования вступил Саша Карасев, молодой, но перспективный боксер. Свой бой он начал активно, полностью доминируя над своим оппонентом. К финальному удару колокола подошел с абсолютным преимуществом. Бой за честь города спортсмен считает важным в своей карьере. Он важный, очень важный, потому что у меня таких больших соревнований не было. Это первый мой раз. Для Максима Авдонина из Нижнего Новгорода соревнования не в новинку. За спиной у 15-летнего боксера уже 5 подобных выходов на ринг. На этот раз спортивная удача от юноши отвернулась. Бой за звание лучшего для него получился тяжелым и закончился поражением. Однако спортсмен не расстроился. Во-первых, он получил незабываемый опыт, а во-вторых, проиграл красиво. А этот дорогого стоит. Бой прошел хорошо, мне очень понравился соперник. Он очень хороший. Второе место тоже хорошо. Конечно, не первое, но второе место тоже хорошо. Не обидно? Нет. То есть, такому сопернику не обидно приграть. Праздник спорта получился не только для боксеров. Каждый удачный удар, блок или серия зрители встречали бурными аплодисментами и поддержкой. Независимо от того, какой спортсмен лидировал. По мнению организаторов, проводить подобные турниры необходимо как можно чаще. Это поможет не только развивать совсем юных боксеров, но и даст возможность спортсменам-любителям держать себя в хорошей физической форме и тонусе. На самом деле, бокс, бокс, он приучает с детства к преодолению трудностей. И как многие думают, что бокс – это драка, только бокс – это не драка. Бокс – это реально умный поединок, где кроме силы должен быть боец думать головой. И если этого симбиоза, сила и ума нет, то боксер профессионально никогда не получится. Турнир по боксу остался позади. В этом году спортсмены Сарова показали высокий уровень подготовки. В следующий раз им придется вновь отстаивать звание победителей. А для этого готовиться придется еще больше и упорней. Кирилл Васенин, Владимир Листик, служба новостей, Саров, 24.